Привет всем! Сегодня рассмотрим весьма странный универсальный фрезерный станок, изготовленный Германом Бейхли в Германии в 50-е годы. Если говорить об оригинальности станка, то данное понятие относится ко всему агрегату в целом, а не отдельных узлов. Начиная с крепления для заготовки, которая, к слову сказать, имеет вертикальное расположение, и заканчивая шпинделем, который находится горизонтально, что очень странно для вертикально-фрезерного станка. Ну а теперь по порядку. Заготовка крепится посредством станочных тисков к прямоугольной или круглой плите с т-пазами, выполняющая роль стола. За плитой находятся две градуированные шкалы для контроля угла поворота стола. Между ними находится подача с рукояткой для перемещения стола во фронтальной плоскости. Вся эта конструкция фиксируется в корпус станка и выполняет роль вертикально расположенного поворотного стола. На задней стороне станка находится механизм управления поворотом стола, который может быть как автоматическим, так и ручным. На боковой поверхности корпуса станка расположен тумблер переключения направления вращения. Левее можно заметить и небольшой делительный диск, вал которого соединяется посредством червячной передачи с зубчатым колесом главного вала. Скорость вращения вала можно регулировать в достаточно широких пределах двумя крутилками на боковой поверхности станка. А вот для чего этот рычаг я так и не разобрался. Напишите в комментарии у кого какие догадки по этому поводу. Ну а мы переходим непосредственно к подачам станка. В вертикальном направлении, как и принято, шпиндель перемещается по направляющей форме ласточкино хвоста, а осуществляется это при помощи маховика на боковой поверхности корпуса станка. У поперечной подачи форма направляющих уже плоская, с небольшим прямоугольным вырезом посередине для отцентровки и предотвращения смещения при нагрузках. Для этих же целей есть и два упора, поддерживающие продольную подачу с боков и снизу. Продольная подача имеет направляющий ласточкин хвост. На столе продольной подачи находится еще одна подача, которая служит для приближения шпинделя к заготовке. Данная подача может поворачиваться вместе со шпинделем на определенный угол. Для этого есть на основании небольшая градуированная шкала, которая помогает контролировать угол поворота. Привод на шпиндель передается от двигателя через клиноременную передачу и система четырех ручейных шкивов. Для перебора скоростей есть специальный рычаг, который ослабевает ремень. От нижнего шкива крутящий момент передается на небольшой редуктор с косыми шестеренками. На другой стороне станка находится система шкивов и ремней, обеспечивающая автоматическую подачу по высоте. Все подачи имеют рычаги для фиксации в выбранном положении, что несомненно увеличивает устойчивость всех узлов станка при обработке. И таких рычагов действительно много. Все рукоятки подач оснащены лимбами для точной обработки. В общем, вот такой интересный необычный станочек. Спасибо всем за внимание. Всем пока!